Ночь. Убогие ясли, нет окон, дверей, нет убранства и пышного вида. Здесь родился потомок великих царей, царь из рода и дома Давида. Пусть придворных певцов не слышны голоса и не славят младенца вельможи. Ему дивную песню поют небеса, восклицая, родился Сын Божий. Ни одежда, ни щита, ни земная нужда славы царственной не умолили. Над его колыбелью горела звезда, и волхвы поклониться спешили. Всеобъемлющий дух Бога Вечного Сын Он до самой земли умолился, чтобы обнять ее любящим сердцем своим, чтобы зло на ее вновь родиться. Он недаром рожден был по звездным шатром, даже все вифлеемские здания не уместили б той славы, что чудным ручьем разлилась по всему мирозданию. И Мария не прятала счастье свое за младенца, тревожась невольно, наклонилась над ним, а на сердце ее было радостно, сладко и больно. Ей припомнился день, свет ее осиял, когда в благоговеянном смущении она слушала весть, что и ангел вещал о святом непорочном рождении, что рожденный Иисус от грехов мир спасет, победил навсегда смерть и тление. Только гость умолчал, как на крест он пойдет, чтобы дать миру это спасение. Как возжаждет крови озлобленный народ, милосердие судьи отвергая, и как жгучая боль ее сердце пройдет, когда сын воззовет, умирая. Отче! Отче! Зачем ты оставил меня и в минуту полдневного зноя не подаст ему влаги, и дать из жара огня не погасит обильной слезою? Не закрыть ей собой от побоев Христа, когда бить по лицу его станут, но стоять ей в слезах у подножья креста и смотреть, как любовь распинают. Не сказал, только рядом уже притаил враг свое смертоносное жало. Он младенца убить в колыбели спешил, чтоб планета о нем не узнала. Но настанет тот день, когда в битве святой с ним сразится Христос в поединке и раздавит исчадье ада пятой. А пока что в предутренней дымке, когда юная мать неземное дитя пеленала, к нам на землю незримо пришла благодать и пришло новой эры начала. Слава Богу!